добрый день друзья сегодня уже понедельник вот такой красивый хлебушек у меня получился только что вытащила из печки вытянула вытянула из печки сейчас минут 10 он у меня постоит и я его переложу чтобы он у меня остывал не хочу идти в магазин потому что туда пойдешь зайди пойдешь только за хлебом оттуда выйдешь еще с чем-то поэтому я с утра замесила немножко тесто вот прям совсем немножко и в общем приготовила сейчас время наверное около часа сейчас посмотрю время уже третий час позже время летит просто как не знаю что я вообще сегодня 5 часов утра проснулась и потому что я вчера себя очень плохо чувствовала и у меня не было интернета опять опять сделала заявку сказали опять проверит оборудование прошлый раз мне сказали что у меня проблема с ротором смотрю прям листочки уже на деревьях я не знаю на камеру показываю видно или нет там уже что-то цветет все уже весна весна так вот месяц проработала все нормально рот мой работал без проблем вчера опять какая-то проблема ну правда уже поздно вечером не дали но я не стала не снимать ничего потому что у меня в начале было высокое давление потом у меня упала вот но сегодня вроде с утра было нормально но из-за того что я вчера рано легла спать естественные раны проснулась но очень много дел переделал какой теплый ветерок на улице 23 градуса показывает а у нас во всю шкварит батареи мне там комментариях одна девушка написала девушка женщина дарит открывайте окна я не знаю до какой степени вы думаете что я какая-то ненормальная что ли что жалуюсь на то что мне жарко и сижу с закрытыми окнами вы о чем говорите у меня они практически все время раскрыты и так что вот когда уж совсем холодно было тогда они были закрыты надо уже сетку вешать пока еще ничего не залетает но скоро уже полетит загорать тут можно на балкончике я вчера практически не вязала но не до того было если хотите верьте хотите нет даже петель не видела до такой степени в какая-то пелена стояла на глазах или над глазами не знаю и резкости не было я сегодня померила кокеточку все хорошо меня вообще очень устраивает она такая она красивая супер замечательная прям не ожидала что вот так вот просто будет красиво выглядеть что хочу сказать что на самом деле в схеме она не так симпатично выглядит как вот в узоре но опять же повторюсь после второго рапорта я просто продолжила прибавки делать согласно вот этого узора потому что там по схеме идет сильное расширение мне оно не нужно я говорю вот как схемы сделаны вот ту что я листьями вязала там наоборот расширение идет не такое как нужно я уже пересмотрела кучу схем очень много всяких какие какие так узоров чтобы скомбинировать и чтобы не распускать но пришла к выводу буду пока вязать эту обычно в мае приезжает ко мне дочь до юлия и когда они приедут я померяю на нее меня никто спину не гонит померяю на нее если будет хорошо ей то я продолжу дальше вязать и свяжу там тунику скорее всего что кофточку летнюю буду продолжать вязать вот эту свою кокетку и тунику и начну еще что-то я любительница начинать и надо продолжать то что начато у меня я надеюсь что в конце недели все-таки отопление у нас отключат я в надежде каждое утро подхожу думаю может быть отключили нет не отключают и батареи такие горячие что рукой даже не притронутся ничего ничего переживем неприятности эту вот такие вот у меня продвижение я с утра убрала в квартире полностью все навела порядок потому что вчера не убирала позавчера не помню или нет но пыли достаточно славик у меня потрудился я полы протерла пыль протерла постирала вывесила все приготовила хлебушек теперь он пускай остывает и время пол третьего уже почти я перекушу я еще не обедала только завтракала и буду вязать сколько свяжу я не знаю после этого аэропорта я уже пойду на расширение на другое расширение вот но я имею ввиду другим узором буду расширять а потом росточек надо будет вывязать и в принципе думаю что все будет хорошо ну что посмотрим что у меня получилось здесь я добавляла водки чтобы не крошился хлеб такой у меня получился внутри не такой уж чтобы пористый но он еще до конца не до конца не остыл тепленький еще когда остынет не будет вот так вот скатываться на вкус очень вкусный ну в общем кушать можно вчера я готовила пирог после этого после того как сейчас покажу вам ну что сказать ну пористый но не совсем да вот после этого сейчас я поставлю видео не кусочек видео как я готовила этот пирог какой у меня получился пирог орехово-абрикосовый в общем как как-то так получился такой хлебушек ну из-за того что не хотелось мне идти в общем пока на первое время хватит хлебушка дальше будет видно приготовила такой красивый вкусный пирог чуть-чуть верхушка у меня пригорела но это я увлеклась и поставила видимо сильно горячую духовку лопнул по идее он лопнуть не должен я их свое время этих пирогов переготовила очень много когда ну время во времена перестройки когда в магазинах практически ничего не было но дома было варенье какой-то кефир сметана и вот сегодня я на сметана чисто на сметане приготовила потому что у меня там как всегда там ложка сметаны там ложка сметаны осталось и я ее собрала добавила два яйца в эту сметану ну в принципе можно что кефир что сметану проще чтобы вам ориентироваться по рецепту я думаю может и многие знают уже про этот рецепт примерно стакан сметан и стакан варенья 2 яйца соль сахар сода вот и весь но мука обязательно еще вот и весь рецепт ну я делаю так в сметану добавляю соль сахар и яйца соду не добавляю все это перри перемешиваю хорошо да отдельно в варенье добавляя соду и тоже хорошо перемешивая затем все вместе соединяю и добавляю муки до густоты сметаны и в этом случае вот я еще добавляла орешки как видите варенье у меня абрикосовое поэтому вот оно получилось такая текстура темная да я уже попробовала очень очень вкусно сейчас он у меня остынет и я разделю напополам и еще промажу слои сметаны он тогда пропитывается становится обалденно вкусным как торт вот такой вроде бы простой рецепт и то же время быстро у меня в духовом шкафу он запекался но где-то 30 минут я обычно шпажкой прокалывая смотрю как готов вытягиваю